Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы с Мариной работаем для вас. Делаем второй расклад для стрельцов, позерогов, водолеев и рыб. Будет очень информативно, интересно и полезно. Поговорим по поводу работы, любви и здоровья. Итак, Марина, все слова. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, зрители. Да, давайте посмотрим, что ждет стрельцов, позерогов. Водолей и раков. Ой, рыб, извиняюсь. Так, сразу хочу сказать, что расклад общий, поэтому не у всех может он проиграться. 100% чтобы проигрался, все-таки нужно личный расклад, да. А у нас все-таки попадет, но не у всех проиграется. Смотрим, что ждет стрельцов. Ну, смотрите, какой полный туз-чаш, да. Стрельцов ожидает такой полный месяц, насыщенный месяц, плодотворный месяц. И я бы сказала бы, что очень многие стрельцы получат то, что давно мечтали. Какие-то подарки, какие-то покупки совершат, да. Но в плане однозначно благополучного, но не будет это по проценту. В плане отношений ожидает какое-то, знаете, такое небольшое знакомство. Возможно, кто не в паре, да, такой будет кавалер, который будет очень симпатизировать с второй половиной, да, будет очень красиво упаживать. Вот такое, знаете, отношения будут такие ровные. Если пара семейные, но, знаете, могут даже какие-то быть такие небольшие подарки, которые могут привести к былым отношениям, которые уже были забыты, и они воспылают новой силой, да. В плане денег, я скажу, что здесь нельзяточка ничьей падает. короче, как получается, что получение какой-то прям грандиозной суммы в зарплатах у людей нет, да. Ожидаем одно, получаем другое. Ну, в принципе, возможно, удержание за какие-то ну, возможно, они дадут премию, возможно, что какую-то сумму удержат, да, вот что-то вот удержание будет 100%. Считывали на одну сумму, получили другую. В плане работы, работы будет очень много, работы будет очень интересная. Я скажу даже, что кому-то даже предложат новую работу с карьерным ростом, даже вот так может быть. В плане здоровья, в плане здоровья, знаете, даже для кого-то откроется, возможно, кто-то хотел, допустим, полечить зубы, да, вот, все не решалось, полечить зубы, допустим, да, потому что здесь вот конь падает, открывает рот, или какая-то зубная болезнь, будет что-то связанное с зубами, возможно, ну, все-таки поостерегать сильно, что-то с костями, что-то какие-то переломы возможны, все-таки в плане здоровья. Уберегитесь этих переломов. Ну, то что ожидается трехов. Ах, что-то смотрим, что ожидается козерога. Ну, у козерогов июль месяц тоже пройдет такой, знаете, солнечный, такой яркий, насыщенный, очень много будет походов, возможно, какие-то детские учреждения, возможно, даже посещение парка с детьми, в кино, такой, знаете, прогулочный, такие, такие веселые, легкие, такие беззаботные, возможно, какие-то встречи, можно где-то вот прям в кругу семьи собираться, такой прям месяц будет именно вот удовлетворение, скажем так. В плане отношений у вас гармония, потому что у вас здесь карта мага, да, вы стоите на правильном пути, в отношениях всегда готовы помочь в своей второй половине, также вы являетесь руководителем, кто, знаете, есть же как бы ведущие семьи, вот вы именно таким человеком не являетесь, на вас можно положиться в этих отношениях, ваша вторая половина вам повезло в этой месяце, вы будете навысить цель, в плане денег, конечно, у вас есть какие-то такие планы, может, вы начнете также откладывать деньги на приобретение каких-то нужд, возможно, вот такие более прагматичные в этой месяце козероги, да, и вы захотите что-то приобрести, вот, начнете откладывать какие-то суммы денег. В плане работы, в плане работы у вас здесь восемь лорка жезлов, вы будете стремиться каким-то быстрым результатом в своей работе, да, не сможете усидеть на месте, вам надо будет быстренько все сделать, быстренько сдать, возможно, питать счеты, возможно, то есть просто из рабочих какую-то работу быстро-быстро-быстро производить, у вас прям будет у козерогов все кипеть в этой месте. В плане здоровья все-таки здесь двоякое отношение, видите, здесь по ресницам в какую сторону пойдет, неизвестно, да, поэтому будьте бдительны, подальше от воды все-таки, потому что на солнце побудьте, потому что может быть такой, знаете, солнечный удар и перегрел, потому что видите, звезда здесь в голове, может, головные боли такие быть, вот, ну и не переохлаждайтесь, поэтому вот чтобы я вам советовала побольше гулять на улице, в лес, сходите на природу куда-то, вот, вот такое миссис у козерогов. Так, что вы думаете? Вы знаете, что можно сказать по выдали здесь по шпинтакле, конечно, кто вдруг подумает, скажет, что да, вот я собираюсь чему-то научиться новому, да, все надоело, вот захочу научиться, или кто-то захочет получить новый специализм, да, может кто-то захочет пойти учиться, ну это карта студента, да, вот он все время учится, 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 а здесь он захочет еще получить какие-то знания, вот прям у водолей прям он захочет этого, ну а возможно также, знаете, какая-то будет такая дорога первооткрывателей, да, возможно, что-то в новое куда-то, новую какую-то вообще работу какую-то задействовать, ну, вот эта дорога все-таки новшества. В плане отношений водолей, конечно, такие прагматики, на них можно опереться, на них всегда все держится, они будут помогать своей второй половине однозначно, будут решать какие-то проблемы, касающиеся дома, детей, кто-то будет просто хорошо ухаживать, будут такую поддержку создавать, также это может быть поддержка не только второй половине, также и на родителей, да, вот прям, может быть, даже придется им в плане отношений помогать, вот родителей просить какой-то помощи. Но в плане денег, конечно, здесь тоже я не вижу, что прям какие-то повышения ждут, а все стабильно, все вот именно вот как ровно идет, так и идет. В работе очень много работы и очень много головной боли, настолько надо, вы устаете, все же такие, вот зачем такое сильно вам работать, вы далее поберегите себя, потому что у вас может быть усталость такая, что у вас даже кто-то можете уйти в депрессию, поэтому я бы поберегла ваши силы и все же таки начала бы где-то маленько отдыхать. В плане здоровья, вот сначала вы работаете, потом тратите деньги именно на таблетки, да, поэтому вы как-то там маленечко будьте, как вам сказать, осмотрите именно с лекарствами, поэтому иногда если вот можно заменить какие-то травки, я бы вам посоветовала замену таблеток просто травки и поменьше работайте, потому что у вас прям хроническая усталость, вот вы все на себя взвалили, вот, да, вот король жезлов, да, вы все хотите контролировать, за всеми все решаете, никому спуска не даете, поэтому у вас переутомление, по факту вы потом пьете таблетки, поэтому в вашем случае вы все-таки какие-то травки попейте, чтобы вот наполниться энергией, побольше отдыхайте, возьмите какое-то определенное время, когда вы ложитесь спать, и ложитесь именно вот в определенное время, чтобы ваш организм мог восстановиться, да, месяц для вас очень насыщенный и такой вот плодотворный будет, это что касается водолея, так, у нас остались рыбки, посмотрим, что внутри, рыбки, ну и у рыб ожидается какие-то изменения, рыбы получат также, видите здесь, кушение рыбки, да, какие-то новости получают, и эти новости их будут радовать. Значит, в вашей жизни начинается какая-то новая полоса, заботы. Значит, возможно, что у вас получите от кого-то помощь, от кого вы даже совсем не ждали. Ну вот месяц такого ожидания, какая-то помощь должна к вам прийти. В плане отношений у вас очень насыщенный, насыщенные отношения в плане солнца, да. Здесь очень много ярких у вас сюрпризов будет. Также ваши отношения будут такие, знаете, даже захочете вторую половину побаловать, чтобы вот себя ощутил ребенком, да. Возможно, куда-то съездите, побываете, в парк, может быть, там. Ну, такое, в принципе, в отношениях у вас все гармонично и хорошо. И здесь, смотрите, опять же, паж кубков падает в деньги. Ну, также, как я и сказала, в предыдущей карте у вас здесь, получается, это два пажа кубков, да, по одной карте, по другой, значит, 100% падает в кубки, да. Так что, как мы и сказали изначально, ждем какие-то новости, да, новый способ приобретения. Ну, вот что-то вы приобретете, помощь какую-то будет, будет какая-то помощь. А в работе? В работе, значит, получается, опять же, помощь. Вот счастливое завершение какой-то полосы, и у вас начинается новая совершенно полоса, вот как раз ждет какое-то облегчение. И в плане здоровья вы здесь также начинаете быть жадиной. Вы как раз упорно настолько, возможно, даже беспокоились о своем здоровье, что вы маленько что-то переборщили. Поэтому поменьше лекарств также употребляйте, а просто, может быть, посоветоваться с врачами, я не знаю, здесь как бы такой вопрос, не переусердствуйте с лекарствами. Все-таки нужно грамотно подходить к лекарствам, и здесь это об этом и говорит, что не переусердствуйте, да. И так у вас очень хороший такой месяц. В завершении тяжелой полосы у вас начинается совершенно новая полоса. Поэтому удачи вам, рыбы. Увидимся в следующем рассказе. Благодарим Марину, благодарим карты высшей силой. Те, кто стоят силой за картами, дают эту информацию. Удачи стрельцам, козерогам, водолеям и рыбам. Смотрите побольше наш канал. Всегда ждем вас на наших консультациях. Пишите свои мысли. Если хотите видеть на канале какие-то темы, обязательно пишите и с удовольствием снимем видео. Удачи, всех благ, до свидания.